Привет! Как соорудить целый промышленный комплекс за несколько часов? Реально ли за минуту собрать сарай и сколько нужно, чтобы установить ангар для самолетов? Готовься к тому, что ответы тебя шокируют. Сегодня отправляемся изучать фантастические технологии и смотреть на самые быстро возводимые здания и не только. Поехали! Во что можно превратить эту плоскую маленькую платформу? Да во что угодно! Мобильный госпиталь, офис, торговая точка, да хоть зона отдыха. Применений этим контейнером столько, насколько хватит фантазии. Пожалуй, главный плюс в том, что именно такие решения помогают создать временные убежища и пункты помощи для пострадавших во время стихийных бедствий. А развернуть его можно за пару часов и хоть в одиночку. Правда, при условии, что ты умеешь обращаться с вилочным погрузчиком. Согласись, удобно, когда приходишь в магазин и покупаешь не одну деталь чего-либо, а сразу комплект, включающий все, что тебе нужно. Хорошая новость! С домами это тоже работает! В таких конструкциях все продумано заранее. Остается только подождать несколько часов, пока бригада закончит установку, и жилище готово. Альпинисты знают, в высокогорье у тебя нет много времени на то, чтобы разбить полноценный лагерь. К счастью, современные технологии позволяют заранее предусмотреть все нюансы и расположить временное укрытие даже на самых крутых склонах. И вот образцовый пример. Конечно, это непростая, кропотливая работа, но сам по себе факт, что новейшие разработки позволяют установить жилища на высоте многих тысяч метров над уровнем моря в кратчайшие сроки, поражает. Хоть изначально это убежище было создано исключительно для нужд военных, оно однозначно заслуживает внимания. Как минимум, за принципы скорости сборки. Ячейки могут существовать как самостоятельно, так и составлять части единой конструкции. Блоки соединяются специальными замками и при необходимости раскладываются по принципу гармошки. Ну и, конечно, предусмотрена высочайшая степень защиты. Теперь ты знаешь, что покупать на случай зомби-апокалипсиса. Даже с профессиональной командой на строительство авиационного ангара уходят месяцы. Но только если речь не про такое нестандартное решение, как пневмоангар. Установка этого хоть и небольшого варианта заняла всего несколько часов. Но если тебе кажется, что такая скорость установки обусловлена размерами мини-ангара, взгляни сюда. Пневмоангар высотой 12 метров и длиной 45, а надули его так резво, словно это какой-то батут в развлекательном центре. Часто таких гигантов устанавливают, чтобы авиатехникам не приходилось работать на холоде и при сильном ветре. Казалось бы, решение простой задачи, но какой оригинальный подход. Сколько времени нужно, чтобы возвести дом без помощи профессиональных строителей? Пока ты считаешь годы, я отвечу – 8 часов. И это не хлипкая хижина из досок, а полноценное жилище, устойчивое к порывам ветра до 200 км в час. А еще его можно установить даже на крышу многоэтажного здания. Неплохой бонус в условиях критической нехватки места в современных городах. Таскать за собой громоздкий трейлер и хранить его на улице, потому что он не помещается в гараж – удовольствие сомнительное. Одни фанаты автопутешествий решили так же и придумали вот это чудо. Видел? Открыть защелки, поднять верхние секции – и вуаля! Трейлер становится как минимум вдвое вместительнее без каких-либо усилий. А с учетом того, что сделан он из легких материалов, владельцы экономят не только время и силы на установку, но и топливо в процессе транспортировки. Как быть, если у тебя на носу выездное мероприятие на природе, но там нет домов под аренду или все они забронированы на год вперед? Не размещать же гостей в палатках? Что ж, все просто. Можно установить мобильный отель. Снусбокс – это конструкция из транспортных контейнеров, которая собирается командой специалистов за пару часов и включает в себя десятки комфортабельных номеров с отдельными санузлами и беспроводным интернетом. Продолжение следует... Ладно, на маленькие модульные коробки мы сегодня уже насмотрелись. Время собрать их в одну большую конструкцию. Вот это здание состоит из шести отдельных блоков и возведено почти вдвое быстрее, чем при стандартных методах строительства. Невозможно просто так взять и не упомянуть монолитный купол, когда речь идет о быстром строительстве и необычных решениях. Хоть действующий метод возведения купола был придуман еще в 1976-м, его не перестают совершенствовать. И благодаря технологиям даже гигантские полусферы диаметром до 85 метров создаются невероятно быстро. Мало кто может посоревноваться в темпе строительства с ребятами из Китая. И вот еще одно доказательство. С помощью вот таких стальных конструкций, на которые накладываются огнестойкие сэндвич-панели, рабочие соорудили целую больницу чуть больше, чем за 20 дней. Это ли не впечатляющая скорость? Дом, который можно взять с собой куда угодно и который складывается и разбирается проще, чем головоломка – очередная фантазия? Нет. Технологии и талантливые инженеры. Вот такая хижина-трансформер может служить хоть гостевым домом, хоть роскошной палаткой для выезда на природу, хоть маленьким офисом. И только взгляни, как быстро и легко из какой-то коробки он превращается в полноценное жилище. Это сборное жилище выглядит как переносной дом из Икеи. Вот только собрать его, судя по видео, гораздо проще, чем любой шкаф от известного шведского бренда. От мобильной клиники до фургона с фастфудом и самого обычного кемпера. Применений у этого прицепа-трансформера на любой вкус. И зацени, как быстро и эффектно он раскладывается с помощью дистанционного управления. Как со стопроцентной вероятностью можно ускорить процесс строительства? Как вариант взять уже готовую коробку со стенами, полом и потолком. Иными словами, транспортный контейнер. Ребятам, которые занимаются переоборудованием хранилищ в полнофункциональный дом, остается только вырезать двери и окна, утеплить его, проложить коммуникации и передать эстафету дизайнерам. Этот пазл уж точно не похож на настоящий дом, мог решить ты, но подожди немного. На самом деле, эта конструкция из армированного стекловолокном полимера в разы крепче, чем кажется на первый взгляд. Она выдерживает любые климатические условия, в том числе ураганный ветер. А собрать ее, как видишь, можно с помощью пары инструментов и одного напарника. Устанавливается такой купол, кстати, не только на земле. Представь, как круто иметь у себя во дворе такой домик на дереве. Купить полноценный кемпер по карману не каждому, да и хранить его бывает попросту негде. Решение есть. Вот такой маленький прицеп, который за минуты раскладывается во вместительный шатер со спальными отсеками и пространством для полноценной кухни, хранения вещей и многого другого. Карантинный пункт, база гуманитарной помощи, полевые лагеря – все это важные и масштабные объекты. И что, если какой-то из них понадобится возвести в кратчайшие сроки? Австралийские инженеры потратили годы, чтобы решить этот вопрос, и изобрели вот такие быстровозводимые пункты, у которых есть десятки назначений. А благодаря современным решениям развернуть их можно за несколько часов. Потрясающе! Признайся, увидеть ты такую сферу посреди улицы или леса принял бы ее за прикольный арт-объект, не так ли? Как ты уже, наверное, понял, это самый настоящий дом, который не только выглядит как предмет искусства, но еще и транспортируется в прицепе, а устанавливается за считанные минуты. Кстати, несмотря на габариты и необычность конструкции, сфера очень устойчива и выдерживает даже суровые погодные условия. Парни тут бросили вызов здравому смыслу и решили собрать сарай всего за минуту. Посмотрим, что из этого вышло. Развернуть военные объекты Зачастую необходимо максимально быстро. И есть способы, которые позволяют сделать это всего за 10 минут. Полевые госпитали, хранилище боеприпасов, командные центры и столовые. Взгляни, с какой впечатляющей скоростью технологии позволяют установить укрытия для любых целей. Для всех, кто не понаслышке знает, что такое возиться с установкой палатки на природе и мерзнуть в ней ночью, в Великобритании придумали вот такую складную капсулу. Пять минут на сборку и походный мини-дом на двух человек готов. Внутри предусмотрено светодиодное освещение и крепкий замок, который, в отличие от куска ткани, уж точно защитит от незваных гостей. Еще одна фишка в модульном принципе устройства. Капсулы можно скреплять между собой, как детали конструктора. Ставь лайк, если тебе знакома ситуация. Решил провести время на даче или заднем дворе, но все портит погода или нашествие насекомых. Как в таких условиях насладиться отдыхом на улице и не прятаться в четырех стенах? Довольно просто. С такой беседкой в виде прозрачного пузыря. Собрать ее можно за четыре часа. А панели из поликарбонатов в 200 раз прочнее стекла защитят не только от ветра, но даже от ударов молотком. Не суди этого кроху по размерам, суди по времени, которое ему нужно, чтобы стать полноценным домом. Каких-то 10 минут. В основном их используют организаторы на масштабных событиях типа фестивалей. Но никто не мешает обзавестись таким и в личных интересах. Как считаешь? Переносное убежище, которое можно развернуть где угодно за секунды, а при необходимости разобрать как какой-то ланчбокс. Звучит слишком фантастично? В точку. Перед нами пока лишь концепт, но тенденция в развитии технологий такова, что вполне возможно совсем скоро он станет реальностью. Просто стильный и компактный дом. Ничего особенного, правда? Давай теперь посмотрим, как его сделали. Все верно. Материалы для него были напечатаны на 3D-принтере за пару дней. Очередное доказательство, что инновации в строительстве — это не только необычные составляющие, но и оригинальные методы. Что если я скажу, что эта коробка рассчитана на проживание шести человек? Понимаю, звучит безумно, но всего пару минут и… Узкий аэродинамичный корпус и вес в 680 килограмм позволяют перевозить кемпер не только с помощью крупногабаритных авто, а еще его легко хранить в любом гараже. А-образный дом с точки зрения строительства — конструкция не самая простая, но и ее абсолютно реально возвести всего за три дня. Ребята на экране это доказали и собрали шалаш в кратчайшие сроки. Взгляни на эту безупречную слаженную работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова